приветствую всех самых любопытных новосибирцев сегодня я сегодня расскажу вам о том как поведенческий подход в рамках которого было сделано первое выступление работает для коррекции проблем поведения у детей и о самих проблемах поведения и расстройств поведения у детей и начать я хотела с небольшого отрывка из жизни супер известного мальчишки том нет ответа том нет ответа куда же он запропастился этот мальчишка том нет ответа старушка спустила очки на кончик носа и оглядела комнату поверх очков потом сдернула очки на лоб и глянула из-под них англечка смотрела сквозь очки если приходилось искать такую мелочь как мальчишка потому что это были ее парадные очки носил их только для важности в первую минуту она как будто растерялась и сказала не очень сердито но все же довольно громко чтобы мебель могла ее слышать но выводись только я тебя она подошла к открытой двери и став на пороге зорко взглядывалась в свой огород заросший сорняком помидоры тома не было и там тогда она возвысила голос чтобы было слышно дальше и крикнул то позади послышался легкий шорок она оглянулась и в ту же секунду схватила за край куртки мальчишку который собирался улизнуть ну конечно и как ты могла забыть про чулан что-то там делал ничего ничего погляди на свои руки и погляди на свой рот чем это ты выпачкал губы не знаю тетя а я знаю творение вот что такое 40 раз я говорила тебе не смей трогать варенье не то есть тебе к шкуру спущу дай-ка сюда этот пруд розглаза метнулась воздухе опасность была неминуема ай тетя что это у вас за спиной старуха испуганно повернулась на каблуках и поспешила подобрать свои юбки чтобы уберечь себя от грозной беды а мальчик в ту же секунду пустился бежать скарабкался на высокий дощатый забор и был таков тетя поле остолбенела на миг а потом стала добродушно смеяться ну и мальчишка казалось бы пора мне привыкнуть к его фокусом или мало он выкидывал со мной всяких штук впрочем господи боже ты мой у этого мальчишки и шутки все разные что не день то другая разве тут догадаешься что у него на уме он будто знает сколько он может мучить меня покуда я не выйду из терпения он знает что стоит ему на минуту сбить меня с толку или рассмешить и вот уж руки у меня опускаются и я не в силах отхлестать его розгой не исполняю своего долга что верно то верно да простит меня бог кто обходится без розги тут губит ребенка говорит священное писание я же грешное балую его и за это достанется нам на том свете и мне ему все догадались какова фамилия этого тома том сур он сорванец и положительный персонаж тетя поле не очень последовательная воспитательница она хочет его наказать грозится 40 раз но так и не может этого сделать он отлично знает как ее развеселить и чтобы все было окей и так они и живут к сожалению в реальной жизни сойры не все поступают безобидно ведут себя безобидным образом и некоторые дети действительно доставляют намного больше проблем своим родителям себе и окружающим чем остальные дети это могут быть истерики скандалы агрессия скрыты или открыты это те дети у которых действительно есть проблемы поведения что же понимается под проблемами поведения в психологии и психиатрии для младшего возраста характерны вспышки гнева порча вещей чужих и своих непослушание лживость воровство агрессия в старшем возрасте становится проблемой все серьезнее что-то заставляет общество именно подростковом возрасте уделять этой проблемы много внимания проблема трансформируется в запугивание ношения холодного оружия применения жестокость к животным к людям вандализм прогулы школы побеги из дома поджоги и злоупотребление психоактивными веществами самыми разными на три мальчика вот таких скверных приходится одна девочка по статистике если набирается у ребенка определенное количество видов плохого поведения и это длится достаточно долго то ребенок может быть признан больным то есть ему может быть поставлен диагноз расстройство поведения по международной классификации болезней однако это совершенно не меняет ситуацию не облегчает ее потому что в россии по крайней мере в россии нет на государственном уровне программ эффективных одобренных которые бы в которые можно было бы отправить своего проблемного ребенка и как правило эти родители сами что-то пытаются сделать и очень редко что-то выходит хорошо если говорить о течении расстройства поведения то выделяют три основных вида течения первый вид самый неблагоприятный когда начинается рано в детском возрасте и устойчиво текут подростковом возрасте и вплоть до зрелости второй вид ограничивающийся детским возрастом то есть когда там к 9 10 годам проблемы иссякают ребенок научается контролировать себя и третий тип когда проблемы начинаются в подростковом возрасте и часть всего заканчиваются им но самый неблагополучный первый тип данном слайде видно если у семи восьмилетки было расстройство поведения то в 40 процентах случаев в подростковом возрасте он станет малолетним преступником у него будет рецидивирующий делинквентное поведение и у 90 процентов таких несовершеннолетних правонарушителей в детстве имелось расстройство поведения по данным исследований в россии около 9 процентов детей с 7 до 14 лет соответствуют диагнозу расстройства поведения и и может быть выставлен такой диагноз психиатры очень редко его выставляют потому что не знают что с ним делать и родители соответственно не обращаются к психиатрам это дети которыми занимаются социальные педагоги в лучшем случае в худшем пеницитарная система и эти дети дорого обходят сообщество в америке подсчитано что 28 годам они стоят в 10 раз больше затраты на таких детей чем дети без расстройства поведения сейчас секундочку данных по россии нет данных по россии нет большинство исследований естественно зарубежные мы в этом плане отстаем но нашими усилиями возможно скоро привлечемся на самом деле это очень серьезные проблемы которые сигнализируют о том что все может быть очень неблагоприятно эти люди наносит травмы себе там в драках да кто то им наносит они травмируют других людей они совершают преступления и садятся в тюрьмы выходят из тюрьмы и очень и это не сопряжено точнее не может быть сопряжено с счастливой семейной жизнью в детстве родители таких детей тоже конечно очень сильно страдает если говорить о причинах то генетические исследования которые учитывают влияние среды и генов показали что примерно в равной степени расстройство поведения зависит от средовых факторов и от наследственности к сожалению ну или к счастью мы не можем повлиять на геном уже родившегося человека и все все программы которые существуют все программы коррекции они направлены именно изменения средовых факторов расстройства поведения и проблем поведения среди средовых факторов важной точкой предложения является непоследовательная дисциплина вот она обозначена та самая которую тетя поле нам продемонстрировала до 2000-х годов накопилась масса исследований естественно зарубежных факторах риска проблем поведения однажды ученые обнаружили что курение матери во время беременности и отсутствие отца в семье предсказывала у ребенка высокий уровень проблем поведения намного выше чем у всех остальных детей и все обрадовались начали давать рекомендации что типа матери ни в коем случае не курить во время беременности и не разводитесь со своими мужьями насколько это возможно долго но в двухтысячных произошло несколько больших и красивых исследований которые учитывали генетические влияния и многие другие факторы и рекомендации пришлось пересмотреть например было выявлено что курение матери никак не влияет даже тяжелое курение матери во время беременности никак не влияет на проблемы поведения ребенка но чаще курят во время беременности антисоциальные матери с антисоциальным поведением именно и они выбирают антисоциальных мужей соответственно и именно этот третий фактор определял и курение матери во время беременности и проблемы поведения ребенка будущего то же самое с отсутствующим отцом в семье оказалось что в семьях чаще отсутствуют антисоциальные отцы и здесь тоже связь была с проблем поведения через генетику у антисоциальных детей дети с проблемами поведения закономерно рождались более того израильские ученые показали что присутствующий в семье антисоциальный отец это мощный фактор риска проблем поведения и был дозозависимый эффект то есть чем больше такой отец проводил времени с ребенка тем выше были проблемы поведения вот и что касается строгого воспитания и порки тоже интересный фактор риска который раньше признавался причинным но сейчас нет это не значит что нужно пороть просто если в семье имеет место физические наказания порка то это говорит не о том что это причина проблем поведения а да это следствие маркер проблем поведения родители которые имеют проблемных детей вынуждены их интенсивнее наказывать у кого-то рождаются идеальные дети им повезло но вот им не повезло и они делают то что могут то что считает правильным и все же после этих генетических масштабных близнецовых исследований некоторые факторы риска уцелели среди причинных низкий социально-экономический статус семьи присутствующий антисоциальный отец депрессия матери жестокое обращение ну отличать от порки на это насилие над ребенком негативные эмоции матери по отношению к ребенку и непоследовательность дисциплине это все факторы риска которые действительно являются причиной вносит свой вклад в развитие проблем поведения хорошо исследовать так как это острая социальная проблема проблема поведения то наши зарубежные коллеги очень тщательно исследовали самые разные вмешательства которых было много сделано много разных попыток эффективно они или нет и например казалось что трудовой лагерь где подростки собирались вместе вообще не эффективно и наоборот оказывает ядрогенный эффект то есть поведение детей ухудшается они там находят себе подобных и начинают вместе делать всякие вещи плохие вот и куча других программ показали себя неэффективными настоящий момент эффективными признаны в дошкольном возрасте и в раннем школьном возрасте тренинги родителей по управлению ребенком в русскоязычной литературе это еще называется тренинги родительской компетентности в более старшем возрасте когда уже созревает осознанность у детей это когнитивные тренинги навыков разрешения проблем вот на этих когнитивных тренингах учат рассматривать ситуацию с многих позиций и принимать другие решения и видеть профиты от этих других решений те которые дети принимают обычно то есть не лезть в драку грубо говоря а как-то по-другому решить конфликт плохая новость состоит в том что самым самым плохим детям сам сам проблемам ничего не помогает и для этих детей есть мультисистемная терапия она крайне дорогая полностью отсутствует в россии и очень трудоемкая она состоит в том что детей из их родной семьи ну чаще всего это конечно подростки переселяют в семьи которые научены воспитывать таких детей и в это время а с их родными семьями проводят занятия где учат детей в смысле родители этих детей системно поощрять хорошее поведение и последовательно наказывать как то или системно наказывать плохое поведение после проходит какой-то значительный период времени ребенок приживается в новой семье улучшать свое поведение он возвращается в подготовленную профессионалами родную семью и это терапия как бы отчаяния и она работает вот я сделал небольшой экскурс в проблему поведения сейчас приду наверное к самой полезной части расскажу о том чем мы занимаемся с родителями на тренингах родились родители по управлению ребенком я создала на основе нескольких зарубежных методик доказанной эффективностью наш российский аналог аналог есть контакт назвала его так скажу сразу что он работает в российских реалиях он хорошо работает дети себя начинают лучше вести родители становятся более счастливыми вот и мы это доказали в контролируемом исследовании он основан на принципах поведенческой терапии всецело и будет напоминать дрессуру очень гуманно все протекает и это улучшается ситуацию в семье и настроение и поведение всех ее членов тренинг родительской компетентности проводится с родителями не с детьми в этом в этой возрастной группе вообще всякие вмешательства когда психотерапевт находится наедине с ребенком очень мало эффективны потому что ребенок выходит за порог и все начинается та же самая среда те же самые родители которые у него были до и все те же самые проблемы возникают не исчезают продолжают быть первый навык которому родители учатся это внимание к ребенку это критически важный навык который повысит увеличит количество времени который ребенок себя ведет хорошо в течение суток то о чем неоднократно говорил вам орущие дети орут потому что они хотят внимание внимание бывает хорошим можем сидеть с ребенком или читать ему книжку или похвалить ребенка а бывает плохим плохое внимание это крики скандалы что-то в этом духе и парадокс 100 ну хорошее внимание очевидно улучшает поведение детей и радуются вау родители мной доволен а плохое внимание парадокс том что и плохое внимание закрепляет поведение детей но уже в данном случае плохое потому что для некоторых детей это единственная возможность плохо себя повести потом получить окрик мамы это единственный способ войти в настоящий эмоциональный контакт с родителем вот поэтому мы учимся быть внимательными к хорошему поведению детей наблюдать его описывать и не замечать минимальное плохое поведение ну я думаю что малыш на этой фотографии в скорости будет пробовать многочисленные способы привлечения внимания родителей ну как вариант возможно третий планшет вообще изменит мир вот следующий навык это поощрение да это вид внимания тоже конкретная похвала должна быть опять же вспоминаем слова ивана о том что чем конкретнее родители формулируют желаемое поведение тем легче детям понять чего от них хотят и такие формулировки как молодец умница как хорошо ты себя ведешь работают но работают очень плохо потому почему потому что у ребенка остается свободна интерпретация например мама идет по комнате и роняет сидит мой малыш Narrator например собирает башню из конструктора тихонечко сидит мама идет и говорит молодец как здорово мне нравится мне может подумать какой молодец что сложил башню Eso может подумать какой я молодец что я изрисовала бой тихонечко пока мама думала что я складываю башню или может подумать, какой я молодец, что уже 10 минут даю маме позаниматься своими делами. Ну вот я очень сомневаюсь в третьем варианте, поэтому маме, конечно, нужно очень желательно, очень четко сформулировать, чем же на самом деле она довольна в поведении Миши. Одновременно похвала не должна стать разменной монетой, то есть если за каждый вздох хвалить ребенка, то потеряется ценность похвалы. И родители учатся хвалить то поведение, которое хотят видеть чаще. Когда она входит в привычку, мы можем тратить вот это количество похвалы в день на какое-то другое новое поведение, которое мы хотим сделать более регулярным у ребенка. Третий очень важный навык – это игнорирование. Игнорировать стоит поведение капризное, требующее внимания. И это активный процесс и очень-очень сложный, потому что когда ребенок бьется в истерике, нужно иметь силу воли, чтобы дотерпеть до конца. Что значит игнорирование активное? Это никакого визуального контакта, и даже на хмуренной брови не должен видеть ребенок, лучше отвернуться в полоборота или вообще отвернуться, чтобы не было видно лица. Никакого тактильного контакта, лучше встать, чтобы ребенок не забрался на колени и ничего не говорить. очень трудно все это сделать, потому что дети, когда понимают, что их начали игнорировать, они, конечно, загодя объясняют, что вот такое начнется, если ты будешь себя вести так-то и так-то. Дети начинают пробовать кричать громче, топать ногами сильнее. они извергают большее количество проклятий в адрес воспитателя, и объем слез тоже увеличивается. В общем, нарастает интенсивность непослушания. Они пробуют перебраться через этот забор невнимания. Но хорошая новость состоит в том, что если 3-4 раза проигнорировать вот так вот качественно, то капризное поведение потом сойдет на нет. И как бы еще дополнительный стимул к тому, чтобы перетерпеть эти 3-4 сложные раза состоит в том, что если не перетерпеть, а сдаться на середине, то ребенок будет в следующий раз начинать сразу с более высоких оборотов. Вот, потому что он понял, о, что это я буду тратить время? Все вот эти вот 3 навыка, внимание, поощрение, игнорирование, они в целом направлены на то, чтобы сделать желательное поведение более часто. А следующая, вторая часть занятий, это касается в большей степени наказаний. Ну без них никак, я прошу прощения. И наказания возникают когда? Когда родитель что-то просит сделать ребенка, говорит ему об этом, ребенок не слушается, не слушается, не слушается, родители его наказывают. Так вот, чтобы повысить вероятность того, что ребенок послушается, нужно еще уметь правильно давать указания. Вот, например, такого указания. Мама кричит из кухни, моет посуду, бежит вода, и мама кричит, Миша, когда ты наконец уберешь свои вещи в дальнюю комнату? Во-первых, Миша может не услышать, во-вторых, Миша может сделать вид, что не услышал, а во-вторых, если Миша сделает вид, что услышал, то может крикнуть в ответ, типа, завтра, скоро, послезавтра, никогда, или что угодно. И я думаю, это маму мало устроит. Поэтому правило ясных указаний, это нужно подойти к ребенку, установить визуальный контакт, назвать по имени, чтобы уж не было никаких вариантов. И четко, не в вопросительной форме, а в очень ясной форме сказать, чего мы действительно хотим. Причем, чем младше ребенок, тем проще должна быть формулировка и задание. То есть сказать трехлетке, прибери комнату, это нереально. А вот, например, дробить большие задания на мелкие, ну там, собери красные кубики в корзину, потом собери зеленые, потом собери всех зайчиков в этот уголок. В общем, указания должны быть адекватные возрасты и возможностям ребенка. И если все это сделать правильно, с твердой интонацией, которую нужно выработать, если ее нет, то ребенок с большей вероятностью, чем из кухни, послушается. Но случается и такое, что ребенок, тем не менее, игнорирует просьбу и бунтует, и не слушается. В данном случае родитель должен усвоить очень хорошо, что делать. Алгоритм ясных указаний. Что будет дальше, если ребенок не послушался? Британские ученые почитали, что ждать после ясного указания нужно 5 секунд. Ну вот, я говорю, например, ребенку, что, типа, прибери постель, пожалуйста. Я считаю про себя до 5. Больше не имеет смысла считать, потому что вероятность послушания резко падает. И дальше, если ребенок слушается, то все окей. И обязательно, это верхняя строка, обязательно все заканчивается должно позитивным вниманием. То есть мы говорим, какой ты молодец, что начал прибирать постель. Здорово. Если ребенок не послушался через 5 секунд, это вот средний уровень, то родитель говорит предупреждением. Если ты сейчас не начнешь прибирать постель, то тебя ждет наказание. Ну, в классическом случае это тайм-аут. Тайм-аут это 3 минуты сидения на стуле в очень скучном месте, где-нибудь в коридоре. Вот. И опять ждет 5 секунд необходимые. Дальше, если следует послушание, заметьте, очень важно опять похвалить ребенка, как-то подкрепить его поведение. То есть в этой схеме нигде, ни на каком этапе нету критики ребенка. Родитель при этом очень спокоен. То есть он следует этому алгоритму, да, он, пускай, очень механистичный, но вот эти вот эмоции негативные, которые есть у родителя наказывающего, их нет здесь. Он действует по правилам, по плану. И все это происходит очень спокойно. Итак, если после предупреждения ребенок не послушался, самый нижний вариант, то должно следовать наказание. Мама говорит, Миша, ты мне не послушался, поэтому ты отправляешься на стул. Берет за руку Мишу, отводит на стул и следит за тем, чтобы он 3 минуты там отсидел. Причем последние 15 секунд Миша должен сидеть тихо. Ну, конечно, он будет и сливать проклятие в другое время. В общем, Миша не должен подумать, что его выкрики привели к тому, что мама его опять сняла со стула. То есть последние 15 секунд разными методами, которые обсуждаются на занятии, мы добиваемся того, чтобы ребенок сидел тихо на стуле. И дальше критически важно после тайм-аута вернуться к ясному указанию. Видите, какая длинная стрелочка к ясному указанию. Чтобы ребенок не воспринимал 3 минуты на стуле, как способ избежать задания. Ну и многие спрашивают, конечно, сколько раз может замыкаться эта схема. Ну, в моей практике максимум 3 раза. И то, когда ребенок понимает, что все, рамки вот, они заданы, он потом начинает слушаться сразу же. В общем, эти нехитрые правила, у которых на самом деле много тонкостей, позволяют родителям быть спокойными воспитателями, а не как тетя Поля, которая переживает наказывать мне его или не наказывать, он же сирота. И вообще он может меня насмешить. И с одной стороны, такие могут быть переживания у родителей, а с другой стороны, есть родители, которые привыкли наказывать жестко детей и потом мучаются угрызениями совести. И дают послабление дисциплинарное после того, как отведут душу, нахлестав ребенка. В общем, всех этих неприятностей, все эти неприятности уходят в сторону. И ребенок начинает понимать, чего от него хотят, начинает себя вести лучше, у мамы улучшается настроение, и у папы тоже. Вот. И потом, правда, после занятий, когда все в семье гармонизовалось, гармонизировалось, вот, потом родители, естественно, начинают постепенно отходить к своему прошлому опыту воспитательскому. Дети начинают опять себя плохо вести, но главная идея в том, что родители уже пропитаны этим поведенческим подходом и понимают, как сделать поведение ребенка лучше. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр. Вопросы. Скажите, пожалуйста, а на какой возраст рассчитан на вашу программу «Есть контакт»? Для каких детей? До 9 лет. До 9 лет, спасибо. С 2-х, 3-х, до 9-ти. Так, еще вопросы. Здравствуйте. Ну, предположим, ребенок будет воспитываться вот по такой схеме. А как он будет дальше себя вести в подростковом возрасте и уже в более старшем, ну, в общении, в социуме? Совершенно никаких проблем не возникает. Ну, во-первых, я скажу, что самой сложной категории детей эта программа не помогает, у которых другие, видимо, стимулы к подкреплению работают, а вот привычных нету. А у тех, у кого он работает, у них никаких проблем нет, они такие же дети, как все остальные. Ну, даже просто не имеют своих проблем, которые имели до тренинга. Здравствуйте. Меня зовут Анна. У меня два вопроса. Ивану не дали задать вопрос, поэтому я вам два задам. Первый. Я посчитала, вы 17 раз сказали слово «хорошее поведение». Наверное, какое-то относительное количество раз этому сказали «плохое поведение». Если мой ребенок не пырнул, не знаю, одногруппника по детскому саду ножом, мне как понять, плохое поведение хорошее, но если мы не берем, понятно, критически, что вы подразумеваете под хорошим поведением и плохим. Подождите, я сразу задам, может ли там на один хорошо ответить, на другой плохо. Вы кого-нибудь можете вообще никак не отвечать. Есть какая-нибудь схема, которая учитывает тот факт, что ребенок тоже человек, а не зомби-существо, и если оно зомби-существо, не проще ли его просто электрошоком херачить. Ну, ты не убрал кровать, на. Да, ты должен убрать кровать. У вас просто нет ни одного пункта, в котором вы говорите попросить. У вас, вы даете указания маленькому рабу, которого вы родили и кормите, и за это он должен заправлять кровать. Спасибо большое, классные вопросы, потому что на самом деле, ну, как бы, сейчас я буду объяснять, хорошее и плохое поведение, все сугубо очень субъективно, и есть родители, которые приходят за помощью, которых дети ведут себя практически идеально. и, ну, вот на этом тренинге, благодаря первой части, они понимают, что с их детьми все окей, и снижается уровень требований родителей. Вот, ну, вот кроме абсолютного зла, который тоже существует, да, плохое поведение, критерием может служить, хотите ли вы, ну, родители, хочет ли видеть это поведение чаще или хочет видеть это поведение реже. Ну, как бы, вот такой бихевиористский критерий. Вот, если вам кажется, что это плохо, ну, значит, это плохо для вас. Но, как бы, родители пересматривают свои критерии тоже. Так, и второй вопрос, попросить и дать ясные указания. Есть очень-очень важный момент, что родители дают ясные указания не нон-стоп в течение дня, а только в те моменты, когда им действительно нужно, чтобы ребенок послушался. Просьбы, предложения, которые, ну, вот свободная форма вопроса. Когда ты приперешь комнату, мы можем спросить, если у ребенка действительно есть, вот, ну, родители почему-то не нужно, чтобы он срочно прибрал эту комнату, и он оставляет ему право выбора. И только когда нужно обязательно, чтобы ребенок послушался, родители прибегают к ясным указаниям. Это может происходить один раз в день или два. У меня такой вопрос. В непрополученных семьях со социальными матерьми и отцами вырастают действительно умные и интересные люди. Ну, то есть незажатые серые мышки, да, которые впоследствии вот из-за внимания и поведения родителей со своими проблемами выходят от семьи и думают, я не буду такой, не дай бог, там, я буду строить свою семью, наоборот, становятся там ханжами и так далее. То есть они вырастают действительно интересными, яркими людьми, которые работают над своими проблемами. Вот из-за чего это получается. Это очень редкое такое... Да, это очень редкое явление. И потрясающе, что на самом деле такие истории случаются. Я думаю, что здесь всему виной темперамент ребенка и его личностные особенности. То есть есть те черты характера, которые делают одних детей чувствительными вот ко всей этой древной среде, а другие дети, например, если у них высокий уровень любознательности или какие-то другие еще особенные черты характера, они даже вот в этих условиях могут прорасти. Это личностные особенности. Кому-то очень повезло. Добрый день. У меня два вопроса. Первый — это что делать в том случае, если желаемое поведение ребенка, которое родитель желает, чтобы он выполнял, по каким-то причинам является неадекватным или даже негуманным по отношению к ребенку? Не поняла. Ну, например, книжки ему запрещают читать. Ну, всякие родители бывают, странные тоже бывают. Да, а второе, можно сразу спрошу? Про последнюю схему, тот шаг, когда ребенок не слушается. Не является ли наказанием тем самым проявлением негативного внимания родителей? То есть, мама выберет за ручку, бедет на стульчик, ему же в какой-то причине может быть приятно и желанно это. Начну со второго. Тайм-аут считается крайней степенью игнорирования. Потому что три минуты пока... Да, довели за руку, да, это внимание. Ну все, потом три минуты без внимания. И да, для детей это эффективно. То есть, они почему-то вот а-а-а, тайм-аут. Это работает. И плохое поведение потом не возникает или возникает реже. Неадекватных требований родителей проходит. Ну, перед тренингом, естественно, родители приходят на беседу, и где тренер опрашивает их о стандартных типичных ситуациях, прям перечень, там, как ложиться спать, как ест и так далее, где возникают проблемы. И уже может оценить, ну, адекватность или неадекватность требований. И если вот родитель говорит, ах, там, он читает книги, ну, тогда беседуешь с родителем, ну, что в этом плохого. И родители очень часто трансформируются. Вот, ну, конечно, это неадекватно. Есть неадекватные родители. У меня очень простой вопрос. Как мне узнать о вас? Вот если у меня есть ребенок, там, трех лет, и у него явно девиантное поведение, я живу в Новосибирске, как вы себя рекламируете? Как мне узнать о вашей деятельности? Я себя никак не рекламирую. Я оставлю свои контакты. Да, мы в группе разместим контакты, безусловно. Да, я думаю, что скоро буду вести какую-нибудь очередную группу и приглашу вас. Спасибо. Спасибо за замечательную лекцию. Спасибо. Первый под вопрос. Работает ли это… Вы привели пример с «сделай что-то». Если ребенок не делает чинить пяти секунд, то наказание. А если… Работает ли это в формулировке «не делай чего-то», если это что-то пролонгированное? И второй под вопрос – всегда ли этот тайм-аут одинаковый вне зависимости от проступка? То есть бывает проступок не за правило кровати, а бывает проступок, допустим, убил и рычагин кота, извините. Вот, все. Спасибо. Что касается длительных каких-то запретов, то родители, кроме вот этого всего, о чем мы говорили, дают правила ребенку поведения, которые вывешиваются на холодильник, и если соблюдаются, то поощряются как-то, если не соблюдаются, то также следует тайм-аут, но уже без предупреждения, потому что это было правило. Правило можно вводить очень медленно, по одному, например, никогда не прыгай на мебели, или никогда не поджигай сестру. Вот. Да, то есть с помощью этих методов так или иначе длительные запреты тоже действуют. И сразу скажу тоже такая важная деталь, которая интересна. Почему лучше говорить, что делать вместо того, чего не делать? Потому что если мы говорим там «не прыгай, не поджигай сестру», то у ребенка появляется пустота, что ему делать? Ну, то же самое, что говорил Иван. Подожгу-ка я тогда шторы. Вот. Наказание при серьезных проступках должно быть серьезнее. Вот, я считаю. Но это все обсуждается отдельно с родителями в каждом конкретном случае. Это может быть длительное лишение привилегий каких-то, дополнительная работа по дому тоже. Может, это в этом духе. Предпоследний вопрос. Вот вы сказали, что тайм-аут – это крайняя степень игнорирования. Вопрос. А что делать, если ребенок игнорирует вашу крайнюю степень игнорирования? Вот вы посадили его на стул, он спокойно встал и пошел собирать кубики. Да, есть очень… И подождите, можно второй вопрос. Мы говорим о детях до 9 лет, а есть какие-то методики просто ради интереса? Вот перевоспитание или влияние на поведение детей в подростковом возрасте, ну, после 9 лет. Или там только методики великого педагога Макаренко работают, я не знаю. И работают ли они. Есть, короче, вот такой свод правил для родителей, как правильно проводить тайм-аут. И если ребенок встает со стула, такое бывает, это то единственное практически, что нельзя делать ребенку, то мама подходит и усаживает его опять, или папа подходит и усаживает его опять, и если надо, даже держит руку какое-то время на плече или на бедре ребенка, чтобы тот не встал. Кроме того, можно назначать экстра тайм, то есть еще 3 минуты. Если ты еще раз встанешь, 3 минуты. Если ты еще раз встанешь, то ты лишишься просмотра мультиков на сегодня. Ну, вот что-то такое. То есть с этим вопрос есть, а он реальный. И с этим тоже научились работать. Да, более старший возраст. Ну, вот на этом слайде, чем младше начать программу вмешательства, тем будет эффективнее, потому что вот эти все порочные круги не закрепились еще так жестко. И родители в младшем возрасте являются средообразующим мощным фактором для детей. То есть мы можем через родителей, научив родителей, повлиять на поведение детей. Чем старше ребенок становится, тем более активно он сам создает всю среду. Он выбирает круг общения, интересов, занятий. И его одноклассники и друзья имеют все большее влияние на его поведение. Поэтому здесь будут эффективно когнитивные тренинги, уже проводимые с ребенком. То, о чем я говорила, когда ребенок учится по-другому решать, по-другому себя вести в типичных ситуациях. И это тоже эффективно в незапущенных случаях. То есть ребенок учится быть менее агрессивным и так далее. Вы сказали, что для подтверждения вашей методики вы провели постановочный эксперимент. Что служило критериями объективности этого эксперимента? Ну, мы собирали данные до и после по специальным валидизированным методикам. И замеряли проблемы поведения у детей, методы воспитания, которые применяют родители, тревогу и депрессию матери, ну и еще там ряд других показателей. А полнота семьи не учитывалась? Это то, что мы не можем никак на это повлиять, поэтому мы не учили. Ну, как бы, и фактором риска это не выходило. У нас была контрольная группа. То есть такие же дети с таким же уровнем проблем поведения, которые не проходили тренинг. И у них тоже были дети без отцов, которые воспитывали. Короче, они были сопоставлены по социально-экономическим показателям, выровнены и по проблемам поведения. И потом, после тренинга, и, соответственно, просто спустя какое-то время для группы контроля были замерены те же самые показатели. И потом еще через три месяца, через полгода и через год. Ну, то есть, как бы, вот группа контроля служила для объективизации данных.